Приветствую вас, уважаемые слушатели, на связи Леонидов Владимир. В этом видеоуроке я бы хотел рассказать о одном принципе создания светящихся ореолов. Давайте приступим. В начале, давайте нарисуем четырехугольник, раскрасим его. Фон в данном случае имеет очень серьезную роль модель AGB и цвет 2, 18 и 81. Окей. Так, в сторонку. Хотя нет, пусть побудет пока. Давайте нарисуем эллипс. Эллипс побольше. Скажем, вот такой. Так. Затем мы его давайте скопируем. Зажмем клавишу shift. И скукужим его до вот таких вот размеров. Для маленького назначаем цвет. Цвет 3, 165, 230. А для большого тот же самый, что и для четырехугольника. Можно взять пипетку. Вот так вот выстроил, раскрасить. Теперь давайте возьмем инструмент перетекания. И создадим переход. Число шагов ставим где-то 200. Абресы у всей конструкции обесцвечиваем. И получаем вот такой вот ореол. Четырехугольник мы будем использовать в качестве контейнера. Давайте зажмем правую кнопку мыши. Перенесем объект на четырехугольник. Вот видите появился прицел. Отпускаем. И в меню выбираем поместить в контейнер. Здесь немножечко надо его отредактировать. Чуточку его скукужим. Ага, ну-ка давайте посмотрим. Ну хорошо, пусть останется в стороночку его. Хотя нет. В данном случае лучше нам все делать на фоне. Теперь нам необходимо нарисовать ореол, который будет виден на заднем плане прожектора. Рисуем окружность с помощью инструмента Ellipse и зажав клавишу Ctrl. Заливка белая. Берем инструмент тень и создаем соответствующий эффект. Вот здесь вот в заготовках выбираем пункт Большое свечение. Непрозрачность и размытость уже не трогаем. Тень, цвет тени вот такой вот голубенький. А режим добавить. Разъединяем управляющий объект и саму тень. И получаем вот такой вот ореол. Но если мы его накладываем куда-либо на что-то, где отсутствует заливка, то он ничего не отображает. Скажем так, он как бы сам обрезается. Если мы наложим его на черный фон. Так, Ctrl-Page Down. То будет один эффект. Если фон уже другого цвета, то по-другому будет виден этот ореол. Это нам и нужно. Так, сдвинем его вот сюда. И нарисуем что-то наподобие, скажем так, лампочки или прожектора. Так, это... Один эллипс. Затем... Так, вот его скукуживаем. Чуть раздвигаем. Второй, пусть он темнее будет. Так, ну-ка, побольше масштаб. Масштаб можно изменять колесиком мышки, если кто запамятовал. Так, этот цвет... Вернее цвет этого объекта белый. Так... Диспетчер объектов. Три эллипса мы давайте сгруппируем. Абрисы сделаем у них бесцветными. Так... Так... С помощью инструмента эллипс рисуем еще один круг. И не забудем зажать клавишу... Контрол. Так... Округ у нас белый. Добавим эффект прозрачности. Тип... Радиальный. Нажимаем на кнопочку изменения прозрачности и меняем... Вот эти вот цвета местами. Кому это непонятно, я советую прочитать о принципах масок. Принцип маскирования объектов. Так... Теперь... Немножечко изменим. Так... Вот обратите внимание, что вот у черного маркера здесь вот 91. Средняя точка прозрачности ставим на 100. Так... И уже от нее пляшем. Ага... Вот так вот, да? Сделали. Теперь... Возьмем прямоугольник и нарисуем заготовку для луча. Переводим в кривую. Немножечко подправим. Так... Я зажимаю клавишу shift. Выделяю два... Узла. Нажимаю вот на эту кнопку. И вот так вот аккуратненько их сложу. Так... Перемещаем вот сюда с зажатой клавишей shift. Выделяем все узлы. Преобразовываем в кривую. Сегменты, да? И так... Давайте сделаем угол. Точнее узел. Каждый узел сглаженным. Немножечко подправим. Так... Угу. Вот у нас такая... Огруша получилась. Так... Немудрствуем лукаво, заливаем ее белым цветом. Абрис делаем бесцветным. А теперь нам необходимо добавить прозрачность. Прозрачность у нас линейная. Так... Сейчас мы посмотрим. Ну, вот такие вот настройки. Пусть останутся. Так... Давайте немножечко все же его пошире сделаем. Ага, вот так вот, да? Так... Что-то у нас с прозрачностью. Чуть-чуть повыше ее. Ага. Так... 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 Поужин. Так... 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 Основа у нас заготовка большое свечение. У нас заготовка большое свечение. Так... Так большое то наше большое. До такой же степени. так размытость чуть-чуть добавим и что у нас получается вокруг луча света ореол так здесь добавить а цвет тени голубой так непрозрачность поменьше тогда поменьше ага ну в принципе вот что у нас получилось да объединяем вернее группируем и располагаем их так как нам хочется в качестве последнего штриха нарисуем вот здесь вот эллипс так белый чтобы было лучше видно тень для него создадим так снова вот эта вот настройка если что от нее будем исходить так 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 размытость можно и побольше так добавить так разъединим посмотрим что что получилось так делаем ее расширим и и на задний план уберем хотя хотя мало что изменилось да если так ну вот вот итог нашей работ задавайте пожалуйста свои вопросы пишите пожелания о будущих видео уроках на этом предлагаю закончить и и и Продолжение следует...